Добрый вечер, дорогие наши друзья. Мы с вами сегодня проводим второе занятие Александра Николаевича Брышкина на тему правильной этапности введения рисунка. И сегодняшняя тема, как вы уже догадались, это торс. Так же, как в прошлый раз, я вас прошу внимательно слушать то, что говорит Александр Николаевич, и по возможности сделать все именно так, по тем этапам, которые он предлагает, по которому он сам будет это делать. Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо огромное. Итак, смотрите, с чего все начинается. Опять же, рисунок можно развить на два принципиальных этапа, что ли. Есть люди, которые более обладают конструктивным мышлением, есть люди, которые обладают более чувственным мышлением. Те, которые рисуют с чувственной стороны, они в принципе ничего не строят. Они рисуют так, как видят, так, как чувствуют. И это их огромный плюс, потому что всегда получается очень здорово в конечном счете. Но иногда они очень расстраиваются, если вдруг ошиблись. Так вот, для того, чтобы избавиться вот от этого ощущения, что вы каждый раз ошибаетесь, можно выучить некие правила, которые позволят вам начать любой торс и абсолютно точно быть уверенным в том, что он получится и будет правильный, независимо от того, какую модель вы перед собой видите. И эти параметры заложены в основу любой фигуры. Если отталкиваться вот от этих первичных знаний, держать их внутри своей головы или каким-то образом обозначить их на краешке листа или там, когда начинаете строить, это избавит вас от проблемы так называемого интуитивной ошибки. И внутри вас будет сохраняться постоянно вот это ощущение, что вы точно знаете, с чего вы начинаете, независимо от того, как стоит модель. Вот если она встала с опоры на одну ногу, есть у нас торс, мы можем эти правила внести сразу в лист. И для того, чтобы было понятно, есть такой маленький экскурс внутрь пропорциональных отношений всей фигуры. Я сейчас расскажу, вы послушаете и дальше вам, может быть, будет легче. Итак, смотрите. Вся фигура человеческая точно делится пополам и середина фигуры всегда является вертел. Это та точка, которая находится вот здесь. Да, вот эта точка вот в этой части. Обычно она совпадает с другим вертелом, поэтому середина фигуры приходится на лобок. Это та линия плавок, которая здесь обозначена, это абсолютно середина фигуры. Если мы разделим фигуру еще раз пополам, ну то есть попытаемся верхнюю часть поделить пополам, то обычно мы попадаем в такое место, как сосок или низ груди, в зависимости от того, какие пропорции у человека. Ну, в принципе, вот эта точка считается серединой фигуры, если мы делим ее вот так пополам. Если мы поделим верхнюю часть еще раз пополам, это будет голова. То есть, получается, голова это одна восьмая часть, но при движении контрпост, который называется, это то движение, которое человек совершает. Вот если я стою абсолютно прямо, а теперь вот следите за моей макушкой, что произойдет. Я уменьшусь, бросьте, уменьшаюсь, вот эти пол головы, которые я теряю в момент, когда стою в состоянии контрпоста, и нужно заложить в некое искривление, которое присутствует в модели, да, когда она просаживается и вот это расстояние сокращается. Поэтому мы выучиваем примерно следующее отношение, которое нам обязательно нужно отметить, когда мы только начинаем рисовать торс. То есть, от середины бедра, вот то, что мы сейчас будем компоновать, это середина бедра вот от этой точки. Так вот, это расстояние делится, так называемый, ну, на 5 равных расстояний. То есть, отсюда это 4 расстояния, то есть, мы берем голову 1, 2, 3, 4, да, до середины фигуры. Соответственно, у нас есть некие визуальные 5 величин, которые мы должны отметить. И поэтому, когда мы начинаем фигуру делать, то обычно эта процедура происходит следующим образом. Мы обнаруживаем верхний край, знаете, тут в разных школах по-разному компонуют. В лист, например, в той школе, в которой я учился, там расстояние от верхнего края здесь, и расстояние от нижнего края здесь должно быть очень плотным, так уж устроен этот мир. Поэтому компонуем здесь и здесь пространство. И дальше начинаем делать примерно следующее. Тут понадобится некое интуитивное ваше представление о том, как вы это делаете. Вы находите примерно ту середину фигуры, те плавки, которые здесь будут, и пытаетесь это расстояние разделить ровно на 4 части. Я попытаюсь это сделать на глаз. Раз, 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 раз. И теперь проверяем сразу. Раз, два, три, четыре. Четыре расстояния. Раз, два, три, четыре. Это то, что вы, в принципе, можете не делать. Да, это совсем не обязательно делать. Потому что следующий этап, который вам обязательно понадобится, это наклон таза, который здесь будет, и наклон плечевого пояса. Это те линии, которые нужно поставить для того, чтобы вы заложили некую основную массу или ход формальных движений. То есть, с моей точки вертел находится вот здесь, второй вертел находится вот здесь. Поэтому я сразу закладываю наклон сюда, закладываю наклон сюда. Это априори не обсуждается при условии, если опорная нога сюда. Бывает модель, которая не стоит так эффектно, как стоит сейчас наша замечательная модель. Видите, да? Поэтому в данном случае сейчас мы четко абсолютно видим этот наклон, этот наклон. И теперь следующее правило, которое все тоже знают, но обычно никто не обращает на это внимание, вы можете проверить и можете увидеть в другом или другом случае. Смотрите. После того, как мы отметили голову, отметили грудь, отметили вот эти четыре расстояния, которые у нас с вами есть, нам нужна ширина фигуры. Расстояние от края плеча до края плеча – это тот формат, который нас интересует больше всего. Обычно в модели, в любой мужской модели, равен расстоянию от еремной ямки до пупка. Вот эти две величины здесь и здесь могут быть равны. Если модель занималась спортом, то плечи, скорее всего, будут чуть шире этого размера и относительно пупка они поползут вниз-вниз-вниз. Вот, например, Дерифор – та классическая скульптура, которая является неким каноном и несет в себе некие законы. У нее середина, то есть расстояние от плеча до плеча – это вот это расстояние между пупком и лобком. То есть квадрат получается абсолютный. Следующее, что мы всегда знаем про фигуру, когда рисуем, это то, что расстояние от края бедра до края бедра равняется расстоянию от подмышки до подмышки. Это не всегда так. Ну, то есть это надо шепотом говорить – это не всегда так. Но обычно мы думаем, что это так, это позволяет нам точно поставить эти параметры. Итак, край подмышки – это ширина бедер, которые находятся здесь. Следующее расстояние, которое мы тоже знаем всегда – это расстояние от еремной ямки до солнечного сплетения, от солнечного сплетения до пупка и от пупка до середины плавок, если хотите. То есть вот таким образом – раз, два, три. Таким образом можно заложить этот параметр. Следующий параметр, который всегда есть в фигуре, это сложно оценить. Но мы в прошлый раз мерили с вами вот это расстояние, которое равняется от носа до подбородка и от края головы до еремной ямки. Поэтому на это мы не обращаем внимание. И теперь идем дальше. Расстояние от макушки до подбородка – вот эта величина. Это обычно тот же размер, что и от подбородка до соска или до края груди, в зависимости от того, как поднята голова. Смотрите, вот эта величина – раз и два. Это для того, чтобы найти пропорцию головы к тому размеру, который мы уже построили. Следующая величина, которая всегда присутствует – это тоже, в общем, как бы скажем так, это запоминаемые структуры. Смотрите, расстояние от еремной ямки до края ключицы – это длина ладошки. Ну вот у нас так получилось, что с Евгением у нас, по-моему, одинаковые ладошки. Давайте приложим ладошки вместе. Смотрите. Ура, ура, ура. Смотрите, как здорово. Поэтому я могу воспользоваться своей ладонью, чтобы показать этот параметр. И что происходит? Смотрите. Расстояние от соска до еремной ямки. Расстояние от соска до соска. Расстояние вот здесь ключицы – это ладонь. Видите, да? Расстояние от пупка до солнечного сплетения. Смотрите, да? Получается, что мы видим все время одну и ту же схему. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Получается так, что от подключичной ямки к соску, и от подключичной ямки к соску, если опустить линию вниз, они оказываются друг относительно друга на одном и том же месте. Итак, я сейчас рассказал вам вот эти параметры, которые сейчас работают, и теперь я попытаюсь быстро их нанести здесь, чтобы было понятно, как они используются, когда начинается фигура. Итак, это происходит следующим образом. У меня есть параметр головы. Он не нужен мне пока как стабильный, он у меня вполне уже достаточно присутствует. Я нахожу расстояние плечевого пояса, эту величину, беру расстояние. Раз, два. И сразу по отношению к пупочку толкаю линию от плеча, от плеча сюда. Конечно, никто этого не делает в обязательном порядке, когда рисует. Об этом можно просто думать. Вот. Итак, ставим грудь, потому что это линия соска, которая находится здесь. Здесь классический W, который дает нам край плеча, край плеча и ремную ямку. Подключичную ямку сосок, та величина, которая есть. Выпускаем осевую линию. Опускаем таз. Грудная клетка. Грудная клетка всегда заканчивается не в районе пупочка, а чуть-чуть повыше, вот здесь. Это район десятого ребра, который находится, видите, вот в этой части. О, красиво как, смотрите, на черебной впадины. Вот территория. Это и есть линия талии, которая находится здесь. Обычно локоть, вот это внутреннее мыщело к плечевой косточке, если его привести к телу, он указывает в то место, где находится талия. Да, вот этот вот кусочек, вот эта часть, только не в состоянии контрпоста, можно другую линию привести. Ага, вот смотрите. Вот эта точка, она указывает в то место, где заканчивается грудная клетка. Вот эта часть. О, отлично. Когда же в контрпосте мы стоим, то обычно локоть касается гребне-подвздошной кости. Итак, мы пришли в эту и в эту сторону. А дальше у нас остаются только локоточки. С моей точки локоть идет сюда, возвращается обратно, и палец указательный один и второй находятся на одной и той же почти высоте, поэтому я ставлю их под тем же наклоном. Это та конструкция, которая сейчас присутствует как линейная схема. Да, вот здесь. Сложно запутались, правда? Невозможно практически вот это все запомнить. Давайте теперь упрощать. Потому что очень много информации, и поэтому проще. Итак, макушка, краешек, то, с чего вам легче всего начать. Проводите осевую линию. Поделив расстояние на четыре части, как я делал в начале, вы сразу ставите пятно головы. Это очень удобно, потому что с этой стороны пятнышко стоит здесь. Ставите край плеча сюда и сюда. Опускаете линию вниз. Здесь и здесь. И сразу по отношению к уже поставленному краю этой точки раз пятно и два пятно. Потому что именно эти пятна здесь, здесь и здесь являются той структурой, которая нужна вам как, смотрите, следующее. Объем раз и объем два. Когда вы начинаете рисовать, по сути своей для вас существует объем торса, как две разбитые величины, объем грудной клетки и объем таза. Голова, которая находится здесь, вот в этой части, это следующий объем. Этот цилиндр, этот яйцо. Обычно его рассказывают как яйцо формы. Это тоже нужно ощущать одновременно. Сложно опять, да? Я думаю, что вот представьте себе, что я ничего бы не рассказывал и вы бы начали как начали. Да? Вот примерно то же самое происходит. Итак, поехали еще раз. Смотрите. Делю. Расстояние раз, расстояние два, три, четыре, пять. Равные величины. Середина фигуры, голова, сосок, вертел. Это те размеры, которые постоянно близки друг к другу. Следующий размер. Плечо, плечо. Опускаем вниз. Таз, таз, который чуть уже, потому что подмышка и подмышка дают вот эту величину. Сюда и сюда. Вот, по сути своей, начать надо примерно с этого. Хорошо? Вы справитесь. Дальнейшее действие для того, чтобы все было совсем точно. Это действие следующего параметра. Смотрите. Вы берете одну треть от головы. Одну треть от головы. И эту одну треть от головы откладываете вниз. Это будет еремная ямка. Это то место, где начнутся ключицы. Вот это место. Это обязательно нужно найти, потому что это сразу дает вам ощущение правильной величины. Не только объема головы, который находится здесь, но и то место, откуда начнутся ключицы. Это очень важный момент. Вот это расстояние. Найдите сейчас у себя на листе относительно головы вот эту одну третью часть. Это еремная ямка. То есть формально мне нужно, чтобы вы сейчас нашли вот эту точку. Вот это расстояние. Одна треть. Самое главное, чтобы голова была ровно вот тут, ту четвертую часть. Не меньше, не больше. Потому что если все не так точно, то просто поползет. Получилось? Да. Я знаю. Вот. У вас получилось. Итак, идем дальше. Мы нашли этот параметр. Одну треть. И вот у нас есть голова с макушкой. Есть сиренная ямка. И есть все то, что мы нарисовали до сих пор. Теперь на это мы не обращаем внимания. Потому что все брошенные параметры сейчас были ориентировочными. И теперь мы начинаем работать следующим образом. Помните, мы всегда говорим, что для нас самое главное это большая форма. У всех, у кого мягкие материалы есть салфетка, то мы, соответственно, делаем следующее. Смотрите. Мы берем и запускаем огромный параметр грудной клетки, который у нас здесь есть. И запускаем огромный параметр таза. Тем самым сбиваем все построение, которое у нас только что было сделано. Тонируется лист. У кого лист уже затонирован и работали нежнее, этого, в принципе, можно не делать. Да. Потому что все отметки очень нежно присутствовали здесь и здесь. Но для меня, как человека, работающего по белому листу, это просто необходимо, потому что это создает мне ощущение большой формы, которая находится здесь. Итак, грудная клетка, как вот такой круг, который находится здесь. И таз, который находится здесь. Я получил тем самым эту большую величину. Голова, грудная клетка. Если тон все время водить вот так по кругу, то в центре остается свет. И так как, естественно, любая сфера теряет свет к краю, мы получили уже сразу заложенный объем. Здесь, здесь и здесь. Объем в самой форме. Он вот так выдержан, сюда и сюда. И теперь начинается уточнение каждого параметра. Да, то есть дальнейшее рисование, которое вы делаете, будет происходить следующим образом. Ну, вот с моей точки, например, это хорошо заметно. Я вижу, что, ну, у меня трехчетвертной поворот. Моя осевая линия по отношению к краю фигуры, которую я собираюсь рисовать здесь и здесь, она очень сдвинута к краю. И поэтому мне нужно найти следующий параметр. Я поставлю эту ось для того, чтобы она присутствовала как отклоняющаяся от вертикали, относительно которой мы все мерили. Видите, да, вот эта линия, которая сюда отклонилась осевая? Вот. И теперь мы берем два размера, которые у меня, в общем, хорошо заметны. Я беру расстояние от соска до соска и смотрю, сколько раз оно укладывается до края торса, который находится вот здесь. То есть мне нужна вот эта величина, и я смотрю, сколько раз она помещается здесь. Обычно это делается на вытянутой руке. Видите, сейчас у меня получилось, что сосок должен быть вот здесь. То есть вот это расстояние должно быть равно вот этой величине. Корректируем форму. Итак, я получил сосок. Один, второй. Вот эту точку. Следующий параметр, который присутствует. Смотрите, это сложно, потому что есть вот эта величина. Эта величина очень небольшая. Обычно от гребня подвздошной кости. Он чуть-чуть ниже, чем у почек. Вот эта величина. Да? Это расстояние. Оно небольшого размера. Оно, в принципе, та же величина, что и здесь. Видите, от солнечного сплетения до иремной ямки. Это та же величина, что находится и здесь. То есть это один третий размер. И теперь мы сюда их вносим. То есть у нас есть иремная ямка, солнечное сплетение. Берем раз, два, пупок, раз, два, плавки. И, соответственно, эту же величину от края груди до вертела. Итак, получилось, что я сразу поставил те точки, относительно которых буду строить дальше. Это следующее уточнение, которое должно пройти, прежде чем вы начнете рисовать все остальное. Супер штука просто, без которой мы не живем. Смотрите. Именно эти края обычно являются структурными изменениями света и тени. Вот та величина, которая есть. Следующий параметр, который легко проверяется, это сосок под ключичная ямка. Вот этот параметр. Величина. И здесь следующий параметр. Просто эти связи обычно не чувствуются. То есть вы их как бы не можете увидеть. Но вот сейчас, когда они превращаются в такую схему, представляете, да? Вот, например. Следующий параметр. Абсолютно равные схемы. То есть это равные расстояния, которые присутствуют здесь. Смотрите, что мы получили. Видите, да? Раз треугольник. Два треугольник. Вот он, еще один треугольник. Вот он, еще один треугольник. В принципе, это схема, которую у многих художников вы найдете в виде подсказок, которые присутствуют. Вот эти величины. Вам нужно просто запомнить, что эта схема железно присутствует в любой фигуре. Потому что отсюда идет вся теневая часть, отсюда уходит вся теневая часть, а вся передняя часть выстроена именно таким отношением. Вот. Как бы проще вроде не придумаешь. Смотрите, это все было всего лишь система построения. Теперь мы переходим к тому, что пытаемся одновременно думать о большой форме, но уже по найденным точкам, которые выстроены. Да? И работа, в принципе, строится таким образом. Я начинаю реагировать на те точки, которые нашел. То есть я взял расстояние от края плеча, которое у меня уже есть, до края плеча. Вот этот полукруг. Это та масса, которая работает через трапецию, через край плеча. Теперь беру край грудной клетки, край грудных мышц. И этот объем, он тоже дает вот такой же круглый обхват торса, который здесь присутствует. Вот такая масса, которая приходит здесь. Там, где грудная клетка закончилась, вот эта ось, здесь все меняется с точностью наоборот. Таз разворачивается в обратную сторону, и я начинаю катать форму вот таким образом сюда и вот таким образом сюда, чтобы заставить свое сознание воспринимать объем только в двух направлениях. Раскрытая в эту сторону и раскрытая в эту сторону. Поэтому любая штриховка, любой тон, который сейчас будет ставиться, всегда будет ставиться только в двух направлениях. Одно направление это вот сюда вниз, второе направление это вот сюда вниз, чтобы форма раскрылась так и форма раскрылась вот так. Этот объем и этот объем. Всегда вот сюда вниз, это всегда вот сюда вниз. Теперь следующее. Ой, тут просто, знаете, очень много данных, которые обязательно нужно отметить. Итак, расстояние от плеча до подмышки и от подмышки до соска. Вот это расстояние отсюда сюда и отсюда сюда. Это равные расстояния, которые можно отследить раз и два. Следующее расстояние, которое у нас с вами есть раз и два. Вот эти величины. В принципе, расстояние от края плеча до подключичной ямки, от подключичной ямки до соска, это тоже равные расстояния. Да, что дает возможность этот... Проще. Поехали. Смотрите. С моей точки очень хорошо видно, что ключица обхватывает шею по кругу. И край ключицы и край ключицы вначале образуют вот такую дугу, которая идет вокруг этого пространства. Потом ключица разворачивается в обратную сторону и уже диктует условия плеча. Здесь и здесь тоже самое. Раз и два. И условия плеча. Подключичная ямка, которая находится здесь и здесь. Соответственно, это и это величине. Здесь и здесь. Держит край раз и два. Дельта. Раз. Дельта. Два. Край дельты и край соска друг с другом сочетаются вот в таком положении. Поэтому край плеча и край плеча. Раз и два. Это еще один поворот. Раз. Здесь. Здесь. Расстояние между подмышкой и подмышкой. Это еще один поворот. Раз. И два. Край грудной клетки здесь. И край грудной клетки здесь. Следующее пространство, которое мы заикаряем. Раз и два. Обычно в этой части живот становится темным, и поэтому верхняя часть светлая. Эта часть закрывается. Отсюда широчайший мускул работает в этом же направлении. Край грудной клетки всегда смотрит в направлении шеи. Сюда и сюда. Поэтому здесь возникает внутренняя структура, которая обхватывает форму вот таким образом. Сюда. И сюда. Это следующий параметр, который есть здесь. Пупок. Передний план пупка, пузико. И относительно этого пузика в направлении паховой части вся эта поверхность утемняется. Также закрывается она в эту и в эту сторону. Вот сейчас это следующее движение, которое обязательно нужно сделать для того, чтобы собралась форма. Большая форма. Рисование руки начинается всегда с постановки кисти. Вначале вам нужно найти место. Вот у нас обозначен уже край гребня подвздошной кости. Здесь и здесь. И поэтому вы сразу пришиваете местоположение указательного пальца. Одного и второго. И тут же ставите знак ладони. Ладонь, она повторяет направление таза. Вы ставите одну, вторую ладонь. Находите их. И уже к найденной ладони, в том месте, где запястье присоединяется, ну то есть предплечье присоединяется к кисти. Вот через эту территорию запястья обозначили эту точку. Точно так же обозначили эту точку. Потому что именно отсюда вы выводите предплечье. И именно отсюда вы выводите плечо. На соединении двух этих направлений и возникает в принципе локоть. Поэтому построив сейчас, например, локоть здесь, да, вы не придете к кисти. Поэтому лучше всегда начать именно с этой точки, где будет указательный палец. Ставите знак. Это отдельная тема разговора, да, рисования кисти. Поэтому вам придется сейчас делать поисково самостоятельно. Итак, построили здесь, построили здесь краешек. И дальше вы вводите направление предплечья и направление плеча. Здесь то же самое. Направление плеча и направление предплечья. Теперь здесь. Потому что вы знаете начальную точку и конечную точку. И дальше отрисовываете уже объем плеча. Хотите как цилиндра. Здесь и здесь. Потому что для того, чтобы рука получилась, нужно увидеть, в какую сторону она раскрывается. Вы можете поставить себе сечение и заложить теневую часть направления. Здесь то же самое. Поставить сечение здесь и здесь. И заложить теневую часть соответственно этому направления. Такова структура действия. С рукой сюда и с рукой сюда. Схема. Спасибо. 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 Ну что ж, смотрите, что происходит дальше. После того, как вы построили все, что нужно было, то есть построена была схема, происходит уточнение этой схемы. То есть она теперь вам не нужна, потому что она продиктовала вам условия большой формы. И вы переходите на рисование, если хотите, силуэта с постоянной опорой на то, что уже построено. И то, что теперь начнется. То есть так как в человеке все абсолютно парно, то в торсе действия должны происходить таким образом. Вы рисуете край грудино-ключично-сцевидного мускула с одной стороны. Вы тут же рисуете такой же краешек грудино-ключично-сцевидного мускула с другой стороны. Вы заканчиваете движение шеи с одной стороны. Соответственно, делаете то же самое с обратной стороны, чтобы была сохранена симметрия. Вы выставляете край ключицы, который поднимается вверх к трапеции. То же самое вы делаете с этой стороны. Вы выставляете край ключицы, который выходит к трапеции с этой стороны. Постоянно отслеживая парность каждого вашего действия. Это гарантирует вам то, что вы не стали делать одну деталь без связи с другой деталью. Самое сложное, когда вы ставите тон на подмышке, постоянно помнить о такой же поверхности тона, который находится с обратной стороны. И выстраивая знак падающей тени, который идет с этой стороны, пытаться найти такую же тень с этой стороны. Если такой связи ваших действий не будет, то есть при уточнении каждого другого параметра, то получится так, что вы можете нарисовать абсолютно индивидуальный знак с этой стороны и не попытаться связать его с объемом, который находится с этой стороны. И рисунок станет плоским, декоративным. Я не знаю, как это правильно сказать, но именно так. Поэтому каждое действие, которое вы совершаете с этой стороны, ну вот, например, даже в таком месте, как дельта, который вот так отходит сюда, плотно здесь, и совсем не похоже на этот краешек, здесь нужно найти то же самое. Если здесь она вышла сюда, то и здесь произошел точно такой же выход, и вы точно так же зацепляете краешек дельты с этой и с этой стороны. Вот такое объемное действие на каждую из сторон. Ставите относительно осевой линии здесь край поворота, и с этой стороны точно такой же край поворота формы, здесь и здесь. Ставите к пупку окончание здесь и здесь поворота грудной клетки, но обязательно парные действия. То же самое здесь, край косой мышцы, край косой мышцы, тень с этой стороны заявляете, и сделаете так, чтобы эта линия была похожа на вот эту линию, что гарантирует вам постоянную целостность ведения листа. Это обязательно нужно сейчас удержать. То есть сейчас вы начинаете отрисовывать все детали, начинаете уточнять силуэт, там делаете его толще, ближе, дальше, это очень индивидуальный процесс. Но постоянно держите в уме, что вы делаете все парами. Парами. Линия, линия, линия. Постоянно, чтобы парные действия шли. Вот как я сейчас показывал, да, вот парными действиями. Тогда все будет хорошо. Как в портрете мы с вами отрисовывали вначале глаз, отрисовывали там нос, отрисовывали губы. То есть рассматривали так и здесь. Происходит то же самое. Мы начинаем отдельно рассматривать, как рисуется там дельта, как отдельно рисуется ключица. Изначально из-за того, что у меня теперь найден свет, я могу ластиком вставлять те самые светлые места, которые присутствуют в рисунке, и тем самым поднять световую часть. Второе ребро, которое поднимается вот здесь, дает мне вот этот мягкий поворот. Здесь и здесь. Самой светлой части груди. Вниз, когда я опускаюсь, у меня появляется самая светлая часть под грудными мышцами. Сюда возвращаю свет. Те, у кого лист тонирован с помощью там мягкого материала, это ластиком можно оттуда вынести эти параметры. Поключиться здесь, здесь. И тем самым изначально поставленный тон дает мне ощущение возвращающегося света. И я могу теперь двигаться в ту или другую сторону. То есть у меня получилось, что вся нижняя часть темная, вся верхняя часть светлая. Это я и буду сохранять в дальнейшем. Можно, например, с помощью штриха дать направление грудной клетки в эту и в эту сторону. С помощью штриха дать направление в эту и в эту сторону, чтобы сохранить свет, который находится здесь. И тем самым начинаю прорабатывать тень, точно так же набирая постепенно каждый краешек друг за дружкой. Сосредоточившись больше на краешке собственной тени, чтобы обязательно сохранялся рефлекс. Есть секрет при работе с мягким материалом, если вы хотите, чтобы был объем. Попытайтесь двигаться поперек формы все время, чтобы описывать то поперечное сечение, которое есть. Если вы работаете карандашом, то там проще. Вы тоже описываете штрихом движения по кругу все время здесь и здесь. Здесь тоже самое. Выходите на эту поверхность и начинаете описывать круг каждого объема. Уточняете край силуэта и затаскиваете тон вовнутрь по кругу. В эту и в эту сторону. Вот теперь такая работа будет происходить по каждой детали. Линия. Там, где форма уходит вовнутрь, вот здесь, всегда возникает пятно, входящее вот сюда, внутрь формы. Таким образом, наверху вы всегда держите свет, чтобы эта линия была максимально не напряженная. Там, где свет уходит, вы всегда линию делаете максимально жесткой. Здесь, здесь и здесь. Таким образом, постепенно набирается объем за объемом, объем за объемом. Сохраняете эту величину. И вот то, что я дальше буду делать, тут уже даже не скорее не так объяснить, насколько показать можно. Как каждая деталь, которую вы ставите, собирается вовнутрь. Вот, например, на примере дельты. Вводите тон еще, или вводите тон еще краешком, вот так сюда. И опять его уплотняете. Постепенно здесь и здесь. То же самое здесь, здесь и здесь. Но все время при этом в голове пытаетесь удержать ту острую форму, которую вы уже нашли, краешек формы. Сюда. Постепенно в две стороны работаем. Ну, это то, что сейчас вот вам предстоит делать, деталь за деталью собирать. И Мулит. Поэтому то, что Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ни в коем случае никогда не объединяйте тон, который есть в свету и в тени. Нужно, чтобы тень, тон тени, отличался от тона света очень категорично. То есть вы заливаете тень, которую видите, столь плотно, чтобы никакой тон, который находится в свету, не попадал в тень, не перекликались. Как только вы свет и тень ставите в одну силу, сразу весь рисунок будет слипаться. Поэтому постарайтесь сделать то, что я пытался сделать. Я выдрал специально тень из света отдельно, за счет чего у меня есть возможность работать в свету сколько угодно, не боясь, что я перетемню его. И при этом сохраняйте обязательно внутри рефлекс, что создаст ощущение света. Поэтому вам нужен край собственной тени, достаточно мощный, который опережает все остальное. Таково принцип графики, тогда будет отлично. Смотрите, друзья, есть такая еще маленькая тайна, которую вы тоже должны знать, потому что она говорит о целостности, о завершенности работы. Для того, чтобы в любом случае ваш рисунок был завершен, надо помнить, что большой объем торса, который вы нарисовали, это всего лишь такая масса, которая нужна для того, чтобы просто было понятно, что вы говорите с большой формы. Но чтобы она заработала хорошо, нужны детали мелкие. Обычно этими деталями являются такие фрагменты, как кисти, соски, нос, глаз, вот эти детали. Они на самом деле собирают весь рисунок и делают его завершенным. Поэтому за последние полчаса, которые у вас остались, вы должны успеть вбросить такие вещи, например, с моей точки. Самой выступающей является частью подбородок, уха, глаз, нос, скула. Вот эти детали я должен вытащить сейчас сюда, для того, чтобы у меня портрет зашел, для того, чтобы весь торс смотрелся. Мне нужен был вот этот удар сосочка. Блик, который здесь стоит, они сразу дают объем. И здесь мне обязательно, для того, чтобы таз собрался, мне нужна небольшая тень на складочках, пальчики. И я сейчас просто дособеру вот эту деталь, дособеру эту деталь, дособеру эту деталь, чтобы она закончила весь рисунок. То же самое и вы. Вы выбираете, что ближе к вам, какая кисть к вам ближе. Это какая часть лица к вам ближе. И помимо большой формы эти детали еще туда вставляете. И рисунок тогда завершается. Если вы даже не успели это сделать здесь, на занятиях, то вам это можно сделать и дома. То есть завершить это обязательно дома, доделать это, собрать рисунок. Вот последняя стадия из того, что вы делаете. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 Добро пожаловать на наш канал.